ребята это еще одна священная остановка на шоссе я начинаю свое традиционное 10 минутное видео а не моя ли это любимая цифра к 11 а друзья именно она чудесно здесь такие места вот те самые мои блогерские места которых я говорил потом зимой и которых я снимал в конце прошлого лета в принципе в начале прошлого лета так давай я думаю что мы уже просто ходом вперед с тобой были входящие солнце сегодня значит тот день когда не единого облачка вот самого начала дня и до самого его затухания или как мы с подругой говорили день умер халета умер вот так что до самого этого момента в общем все без единый лобочек я посетил смотровую площадку в усадьбе поленово вот это то про что я много много раз уже говорил значит про музей заповедника поленово это вот это уже не московская область не курс не тульская по он даже тоже каушская область не знаю ну вот чем это вот где-то здесь где назвал близ оке не близ оке а на оке вот надо ехать не забивать навигаторе не заповедник сам а смотровая площадка вот туда вот вот это по-настоящему круто интересно но это как бы сказать тоже каждому слое как говорится так а мой конфетный смартфон пока что служит мне ребята навигацией сейчас не выйду на самую на хайвей на котором сейчас пробки сейчас пока вот буду снимать на камеру да ребятушки stalker помните как ты мыкаешься по этой холодной брошенной насыпи железнодорожной кругом мутанты да неоднократно говорил причину почему всем нам так нравится эта атмосфера в stalker и почему допустим я люблю заброшки почему все их любят потому что это обложка не льстит содержанию что называется потому что когда обложка конфетная как будто когда допустим обыватель косят траву и так далее да газонокосилкой как говорится все богом бога пристойно соблюдает праздники посты а потом значит берет в руки сами понимаете что и идет убивать вот я предпочитаю второй вариант когда в открытую видно что это на самом деле за такое благопристойное обществом понимаешь я всегда знал ему цену напоминаю еще раз есть несколько волшебных слов по этому поводу что такое общество отвечает на этот вопрос школа общая образовательная школа номер один самбатхей город и шкала во дворе дома 17 а где я родился и жил я туда ходил в первый класс в течение двух недель я постоянно по это рассказываю вот там я увидел общество друзья повторяю еще раз я не верю что эти люди могли измениться в том-то и дело теперь они значит это сказать какое там правильное слово богопристойно катают колясочку там зарабатывают денежки а вот я знаю это место да вот здесь я уже осенью глубокой осенью здесь стоял грузил здесь видео прямо со смартфона да 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 ну вот а на самом деле эти люди это именно то что я увидел в том самом первом классе это было просто-напросто мерзкое злое стадо вот так мало того что отвратительное во всех смыслах отвратительное и внешне и по своему поведению и по своей сути то есть это как сказать фактически говоря вот фильм от заката до рассвета вот вампиры которые вылезают там изо всех щелей да когда они уже прибыли в этот бар веселые сиськи всякие монстры уроды вот и вот это вот то и было вот так вот поэтому это я знаю с детства я знаю как дети травят своих сверстников я знаю как они выкалывают кошкам глаза я не верю ни ваше я вообще не верю ни в какое так называемое исправление ни один нормальный человек в это не верит поэтому вот праведной личиной вскрывается именно то что я вам сказал ну а сейчас мы уже встреваем в пробку и час 13 мне еще ехать показывает и будем долго долго и стихбеливо стоять ребятки завтра по плану москва ребята и ну что тут сказать по возможности буду снимать рассказывать в предыдущем видео я говорил про тыковки тыковки про пачки сигарет как они какие они были красивые в девяностые годы вот это ребята вот это было да ну про это я уже рассказал сейчас я уже не знаю про что еще это рассказать а с чего я видео-то начал я не помню ну вот видишь вот какая обстановка вот такая венозная тут краснота ну в принципе тут пробка на 22 минуты 5 километров а не такая-то она тут и длинная я думаю будет еще одна это не единственная пробка а нет более или менее единственная ладно вот здесь москва ту вот сюда сейчас сворачиваем я так полагаю ой да ой спасибо тебе ой да я в смысле говорю что ты мне желаешь будь здоров а не то что спасибо тебе что ты меня заразил простудой простуда ребят это у меня не простуда это у меня вечная моя гнилая аллергия вечные мои эти болезни горло все это все про то что ты очень хорошо уже знаешь что дальше я да что можно планировать дальше когда ты понимаешь что я конечно ничего не хочу идеализировать но буквально еще десять лет назад все было мне кажется еще не так сильно запущено вот именно не так сильно запущено ребятки как теперь поэтому можно говорить разное но мне что то кажется что время сейчас плохое и мне кажется что как сказано в фильмах ужасов зло властвует безраздельно но при этом наступает день при этом мы живы более или менее здорово но если не здорово я не знаю там у каждого свое и соответственно надо как то надо какие варианты есть вариант как по которой я давным-давно говорю уйти голым в лес и там обрести бессмертие это интересный вариант ладно вот и в пробке и не в пробке в жару в холод моя ракета служит мне верой и правдой мне кажется это не так а это не так что я